Я задам вам буквально парочку вопросов и прошу вас по очереди дать ответ на эти вопросы, по возможности лаконично. И вопрос такой, почему для вас важно и нужно присутствовать в иудеохристианском диалоге, вести там какую-то деятельность и вообще почему это для вас важно, вот связь с еврейскими организациями, еврейскими общинами, что это вам дает? Вот это пасторам. В свою очередь нашим еврейским друзьям я задам похожий вопрос, почему для вас важна связь с христианскими организациями и церквями, что это вам дает? Для начала иудеохристианский диалог, который очень интересным образом сформировался в России, это потрясающая организация, потрясающая возможность взаимодействовать вместе с другими христианами, для того, чтобы благословлять Израиль. На самом деле в центре, в самой основе идеи диалога, это наше стремление, как христиан, с заданием от Бога благословлять Израиль. Именно поэтому мы в нем участвуем. Спасибо. Спасибо, Павел. Сергей Николаевич. Я думаю, что, может быть, только дополню мысль, брата Павла, в том, что пришло время для евангельских церквей России, как бы так образно сказать, пробудиться от некого духовного сна. И вот это важно, что Бог, производя в нас свои чувствования, побуждает нас к реализации, то есть от чувств к делу. И вот иудеи-христианский диалог, это, конечно, не только слова, но и наше такое, знаете, маленькое дело, которое только Господь знает и только, наверное, вечность во всей полноте откроет. Спасибо, Сергей Николаевич. Об этом можно, конечно, много, много говорить. И есть одна практическая сторона, что мы реально, мы делаем важные вещи, но с моей стороны тоже, как пастор в христианской церкви, я думаю, такой диалог тоже помогает нам и бросает нам вызов тоже открывать свои еврейские корни. Что, понимая, что так много общего есть между нами, и тоже ценит и понимает, что христианская вера, она не просто так родилась, так. У нас есть глубокие корни еврейской веры, еврейских традициях. Это диалоги, общение тоже с еврейскими друзьями, помогает нам тоже думать об этом, размышлять это. Я думаю, это влияние тоже распространяется тоже в членах наших церквей. Спасибо, Мацуо. Раф Мейр, прошу вас. Тезисно каждый сказал совершенно истинные слова, с которыми нужно согласиться. Я лишь могу добавить, что нам нужно учиться не только давать любовь, но и принимать любовь. И это очень важно. И еврейскому народу нужно учиться принимать любовь, потому что мы к этому абсолютно не приучены, не привыкли. И до сих пор смотрим с большим удивлением на такого рода явления. И для меня лично это чудо. Я вижу настоящие чудеса в наше время. Это в первую очередь. Во вторую же очередь действительно глубокое мое убеждение, что различия между нами в большей степени надуманы нами самими, а скорее теми людьми, которые в древности допустили какие-то недочности трактовки учения, основателей наших вероучений. Надеюсь, вы меня правильно понимаете. И поэтому пришло время выводить поправки, не только с одной, но и с другой стороны тоже, чтобы мы наконец поняли, что мы должны вместе делать в будущем великие дела во славу Всевышнего. Поэтому с Божьей помощью как бы то, что здесь я вижу, это начало больших дел. С Божьей помощью надеюсь, что это распространится и дальше. Уже не говорю о том, что явным свидетельством является также мессианских времен, когда к Богу будут стремиться те, кто истинно верует в Него и желает этого. И отсеиваются, к сожалению, те, кто это недостойно. Время, было время разбрасывать камни, сейчас время собирать камни. Пожалуй, все. Спасибо. Спасибо, Рафмир. Добрый вечер. Во-первых, я просто хочу сказать большое вам спасибо за то, что вы сегодня собрались здесь. Для меня большая радость и честь быть сегодня с вами. И когда вот такой вопрос задается, важность, ну, я могу сказать здесь две вещи. Первое. Во-первых, мы действительно достаточно часто и регулярно общаемся с многими пасторами, с Борисом Федоровичем Васюком в том числе. И потрясающие люди, невероятные, с некоторыми даже путешествовали по далеким странам и удалось узнать друг друга. Действительно, это дает очень много такое общение, неформальное и формальное тоже. И что показывает ценность такого взаимодействия, это дела, факты, дела, которые происходят. И когда в 2009 году мы запустили вот этот проект «Вернуть достоинства» по установлению памятников на местах массового убийства евреев, именно вы стали нашим партнером и другом, с кем мы шли, рука об руку все эти годы и продолжаем эти. И первый большой мемориал, который мы открыли вместе, это был мемориал в Любавичах. Это достаточно интересное такое, такой выбор места. Любавичи – такое важное для еврейской традиции место. И именно мы с вами, с христианскими церквями, открыли там этот большой красивый мемориал. Это было потрясающее событие. И во многом это получилось благодаря вашему участию и стремлению сделать это. И сейчас, вот спустя уже 10 лет, как мы вместе работаем над этим проектом, в июне этого года мы открываем второй по величине мемориал. Это мемориал в Минеральных водах. 18 июня будет торжественное открытие, и я приглашаю всех вас принять участие в нем. Это труд наш общий. На этом месте было убито 7,5 тысяч евреев. И это место нельзя просто взять и забыть. И сейчас там будет стоять большой мемориал, который мы с Борисом Федоровичем долго и упорно отстаивали. И, наконец, получилось это сделать. Огромное вам за это спасибо. Это дела, это то, что показывает результативность и эффективность нашего взаимодействия. Большое вам спасибо за это. Спасибо, Либа. Спасибо. Ну, как последнее, вы знаете, это не очень легко. Скажу, что, знаете, Юля, когда вы спросили ваш вопрос, первое, что я видела, вот это такой большой дом, в котором там живут разные люди, разные соседи. Могут жить, но каждому по-своему, каждый по его дороге. А что происходит, когда есть диалог, когда есть действительно понимание, когда действительно не только то, что я знаю, думаю, настаиваю, а понимаю моего соседа. Вот какой тогда дом у нас есть? Вот и для этого диалог, мне кажется. Спасибо, Биланна. Спасибо. Такие важные и ценные слова вы говорите. И у меня все-таки есть еще одна просьба к вам. Поделитесь немножко вашими соображениями о перспективах нашего диалога. Куда мы идем? Я понимаю, что, когда начинаешь такой не совсем простой и легкий путь, в некотором смысле даже мы первопроходцы, христиане и евреи не всегда дружили, да, на протяжении многих веков там был определенный антагонизм. И сегодня мы с вами делаем что-то новое и делаем по-другому. И я понимаю, что, может быть, не все мы видим ясно, но все-таки мне хотелось бы пару мыслей от вас услышать, куда мы хотим прийти. Вот где-то Биланна уже здесь нащупала ответ. Мы хотим дом построить, чтобы жить как соседи. Может быть, еще какие-то мысли у вас есть? Вот куда мы идем? Как христиане, иудеи, верующие из еврейского народа, верующие из язычников. Куда мы движемся? Павел. В первую очередь, все намеченные планы нужно совершать. И нужно делать все последовательно. Мы регулярно встречаемся, разговариваем о перспективах, которые есть. И для меня лично, я отвечу немножко по-другому, потому что есть очень много вызовов. И один из самых больших вызовов, с которым мы сталкиваемся, это собственный лень, это какое-то элементарное нежелание сделать следующий шаг. Поэтому, куда бы мы ни шли, мы будем делать последовательно и будем двигаться вперед на сторону сближения. Аминь. Спасибо, Павел. Сергей Николаевич. Я хочу провести библейский текст. Захария, 14 глава. Там сказано, когда именно Мессия сойдет на Иллионскую гору, и там написано, все святые с ним. То есть я вижу цель вот от этого земного общения к вечному, той роли церкви в период тысячелетнего царства, то есть субботства израильского народа. То есть наше вот как бы начало на земле, да, а мы его продолжим уже в тысячелетнем царстве, вместе вот с нашими друзьями, которыми сегодня сидим. Я надеюсь. Но когда ты сказал это, Юлия, я так думал, что хотел добавить одну, может быть, особую сторону, кроме того, что мы, конечно, хотим расширить это, продолжать вперед, что есть тоже другая сторона, что пусть мы станем известными в этом мире. Смотрите, как много конфликтов есть, как люди убивают друг друга из-за религии. И этот диалог, он довольно уникален, что мы так хорошо работаем вместе, и есть конкретные результаты. И пусть другие страны тоже посмотрят на это, пусть это будет ободрение, что можно иметь диалог, можно приближаться к другу, понимать, что у нас есть общие. Пусть из-за этого тоже будет мир в этом мире. Аминь. Аминь. Он не может помешать Богу осуществиться его планом. У нас лишь выбор строить этот мир вместе с ним или противиться, не дай Бог ему. Написано, истина из земли произрастет. Трактуем этот стих таким образом, что та истина, которая на небесах само собой открыта, и там ее не нужно искать, на земле она должна быть посеяна, и она должна быть взращена. То есть мы должны работать здесь, в нижнем материальном мире, для того, чтобы он был максимально похож на небеса. И это то, что как бы... Это наша работа, поэтому нет сомнений везде, где я вижу крупицы истины, я иду их и собираю. Вы говорили про язычников, не побоюсь сказать, что что-то, наверное, у них хорошее есть. Посмотрите, буддисты какие безобидные. Вот. Ну, я серьезно говорю, да. У каждого есть чему поучиться, это правда. И почему нет? Действительно, было бы очень самоуверенным сегодня говорить, что я только знаю, что хочет Бог, и только я прав, и только я умный, а все остальные, соответственно, наоборот. Я думаю, что Бог смеется над этим. Надо иметь смирение и понимать, что у него есть еще очень много секретов, которые он откроет перед нами, и мы будем очень удивлены своим категорическим заявлением в будущем. Это я вам точно гарантирую. Вот что я могу гарантировать, это это. Спасибо. Ну, я соглашусь, пожалуй, что очень сложно представить себе конечную точку, но зато абсолютно понятно, какие шаги необходимо сделать. И перед нами стоят очень много задач, очень много очень конкретных задач, которые необходимо совершить, и это мы можем сделать только вместе. возвращаясь к теме памятников, мест очень много, и мы можем с вами работать год, еще год, много лет. И действительно, в конце концов, я уверена, мы придем к счастливому будущему, но все делается в свою очередь, шаг за шагом. Так что рука об руку, я уверена, мы справимся со всеми делами. На мой взгляд, я бы хотела предложить, чтобы действительно этот диалог не был только временный, и не был только потому, что есть конкретные люди, которые им это важно. А для этого нужно, чтобы следующее поколение, новое поколение, тоже входило в этом. И, может быть, параллельно, нужно с молодежью тоже начать, или сделать, или продолжать. Потому что мы можем быть самой прекрасной, но если это не продолжится, мы наше дело не сделали. Спасибо вам большое, Павел. Вы хотели что-то добавить? Из конкретных дел, которые планируются, молитва – это сильнейший инструмент, который Господь нам дал. И в январе 2020 года планируется молитвенный марафон. Молитвенный марафон с Камчатки до Калининграда. И вместе мы в разное время, разные часовые поясы будем вместе молиться и благословлять Израиль. Это один, только один из множества проектов, которые мы, как Месси, евангельской церкви можем совершать. Спасибо вам огромное. Спасибо большое всем участникам. Исходя из того, что вы рассказали, чем поделились, один вывод точно можно сделать. Мы уже на этой дороге к сближению. Мы идем вместе. И наше будущее, оно только совместное. Вот такой вывод можно сделать. Спасибо вам большое. Более 230 евангельских общин различной конфессиональной принадлежности из 90 городов и поселков России уже согласились присоединиться к марафонам. 30 января 2020 года состоится первый всероссийский молитвенный марафон, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. В 19.00 по местному времени начнутся молитвенные служения в общинах, расположенных в самых отдаленных регионах России – Командорские острова, Чукотка и Камчатка. Далее молитва начнет свое движение по часовым поясам и закончится в Калининграде. Благословлен благословляющий Израиля.